МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он не учел погодные условия, не выдержал нужной дистанции доедущей впереди машины и в итоге врезался в нее. В результате аварии пострадала пассажирка Хюндай и водитель-виновник ДТП, который еще и отказался проходить освидетельствование на алкоголь. А теперь о пожарах. 25 февраля в Губкинском в Садовом товариществе загорелся дачный дом. Девять спасателей ликвидировали пожар за полчаса. Огонь уничтожил вагон с пристройкой площадью 30 квадратных метров. 27 февраля ночью сгорела частная баня площадью 40 квадратов в Новом Уренгое. В этот же день огонь не пощадил жилой вагончик на улице Таежная, а в селе Мужи загорелась котельная частного дома. Пламя удалось ликвидировать, пострадали только внутренняя отделка и оборудование. Причины всех пожаров и ущерб устанавливаются. В Пуровском районе осудили сотрудника строительной организации, по вине которого пострадал рабочий. Он демонтировал блоки и упал с высоты в 7,5 метров, получив тяжкий вред здоровью. Следственный комитет установил вину подрядчика. Выяснилось, прораб отправил сотрудника выполнять работы предварительно, не обеспечив его необходимым снаряжением и не проведя инструктаж. Оказалось, что рабочий не имел на это нужной квалификации. Теперь прорабу придется выплатить пострадавшему штраф в размере 40 тысяч рублей. 24 февраля в поселке Пангады при прокладке газопровода с 3-х метровой высоты сорвался рабочий. Он упал на металлическую арматуру. У пострадавшего тяжелые травмы. Он в больнице. Ведется следствие. В Муравленко будут судить местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По информации окружного следкома, в ноябре прошлого года Муравленковец избил своего приятеля. Тот пришел к нему в гости. Мужчины выпивали и поругались. Хозяин квартиры побил знакомого и ушел. Потерпевшего в бессознательном состоянии нашла родственница агрессора. Она вызвала скорую, но врачам не удалось спасти человека. Он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. Обвиняемый находится под стражей. В Таркасале в подъезде многоквартирного дома задержали с наркотиком жителя Муравленко. Полицейские нашли в кармане 33-летнего северянина с запрещенку весом 1 грамм. Мужчина сообщил правоохранителям, что приобрел наркотик для личного употребления. Ранее ямалец не был судим, но теперь на него завели уголовное дело. 22-летний житель Салихарда нарвался на мошенников при покупке квартиры. Северянин нашел на сервисе с бесплатными объявлениями подходящее ему жилье. Связался с продавцом и перевел злоумышленнику задаток в 100 тысяч рублей. На этом общение покупателя и продавца закончилось. Мошенник перестал выходить на связь. Тогда молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Новый Уренгоец с 1972 года рождения перевел мошенникам больше 1 миллиона рублей. Северянин попался на очередную уловку уже сотрудника банка. Ямальцы заверили, что на него хотят оформить кредит. Чтобы обезопасить себя, нужно самому взять займ и отправить деньги на указанные мошенниками счета. Новый Уренгоец так и поступил и лишился денег. Аналогичная история произошла и с надымчанином, но сумма оказалась крупнее. 57-летний северянин доверился неизвестным и подарил им более 3 миллионов рублей. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Сколько можно перебирать варианты в интернете? Это неудобно. Удобно понять, что тебе удобно, а главное доступно. Мебель Плюс предлагает огромный выбор мягкой мебели, кроватей, столов и стульев в наличии и на заказ. Мебель Плюс. Лучшая мебель по лучшей цене. Открытие нового магазина по адресу улица Крайняя, 8. Продолжение следует.